Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие зрители! Ну и чудо-комментаторы моё отдельное вам! Здравствуйте! Ну что ж, поговорим о Севке Адамяне. Ребята, какое счастье к мамке прилетело! Вот не зря сидела, она наплакивала, страдала и переживала, что бабки подходят её к концу. А Севка никак не хочет, мало того, что пополнять мамкин бюджет, так ещё и долг маменьке возвращать. И тут счастье, вот оно прям в рученьки само пришло. Оказывается, появился какой-то потенциальный клиент, который готов у мамы купить все томики Пушкина и все её засаные чашки, так сказать, помеченные вот этой великой звёздной персоной. Вы знаете, ребята, я до последнего не верила, что есть такие люди, которые на это пойдут. Но, как оказалось, и такие индивидуумы присутствуют. Верю ли я в это? Но, честно говоря, я считаю, что Севка сам маменьке загнал 150 евриков за весь этот хлам. И благополучно, чтобы самому на мусорку с пятого этажа не тянуть, сказал, что самое главное у этого человека условие, это, конечно же, вынести это на этаж и раздать, так сказать, нуждающимся. Ну, во-первых, ребята, первое, что меня, как всегда, как-то колыхнуло, это стоимость чашки. 300 гривен за чашку, это жесть, такое ощущение, что это какая-то фарфоровая реальная чашка и так далее. Но цена этих чашек там в любой нашей Авроре, там в любом большом маркете, ну 50-70 гривен, это красная цифра. Вот тех чашек, которые продемонстрировала мама, когда они загнули 300, вот думаю, действительно, либо у человека халявные бабки, либо сам Севка это заплатил. Но какой человек, который работает и зарабатывает деньги, никому они не достаются легко. Кто-то, понятно, умственным трудом зарабатывает, кто-то, например, физическим, но в любом случае, что так, что так, деньги сами с неба не сыпятся. И переплачивать в 5-6 раз больше за эту чашку ни один нормальный человек, конечно же, не будет. Поэтому я как бы и не верю, что этот человек есть. Я больше склоняюсь, что это Севка решил в очередной раз хайпожорить и затулил эту тему. Но мамка, ребята, как она обрадовалась. Она уже быстрехонько тут же побежала калькуляцию производить, подбивать, сколько итогов будет за весь этот хлам. Сколько же ей должны перевести денег. И как только она услышала, что это нужно вынести на этаж, мама не могла до последнего этого пережить. Ребята, она действительно зависла. Она не понимала, что такая щедрость существует. Как это так заплатить? Еще и заплатить слишком маме и при этом кому-то это дать. Она тут же начала переуточнять, точно ли этот человек уже перевел деньги. И можно идти на вот такой вот необдуманный, непредвиденный шаг. На вот такую вот жертвенность. А то вдруг маменька вынесет, а бабки так и не зайдут. И после этого, когда мама кричит, я столько всем всего раздала, я понимаю, какого качества и в каком состоянии кому что мама раздавала. Ну и, конечно, опять-таки, ребята, следующий момент, когда человек вместо, по-моему, 4 800 загнал 6, у мамы даже ни один мускул не дернул. Но она сказала, что это нормально, это так и должно быть. Ну да, 1200 гривен к тебе слишком, да, прилипло. Другой бы человек как-то поблагодарил. Это половина по факту твоей пенсии. Но не мама. Для мамки это в порядке вещей. Но тем более, ребята, она же нам подарила самого Самвела Адамяна. Поэтому, да, это для нее нормально. Ну и дальше зрители, ребята, не оставили ТВ в покое. И, конечно, начали написывать, где же та самая чашка, в которую мама сцикала. И, как выяснилось, мамка сама уже и не помнит, что же это была за чашка. И давай лопатить все по очереди чашки. Знаете, это называется, угадаем, какая из этих чашек была она. Проверим на память, да, собственных зрителей. Я так понимаю, что мама по факту обмочила не одну чашку, а несколько кряду. Первую она предоставила и сказала, что в нее я тоже справила свою нужду. Но я ее вымыла, очистила и теперь пью с нее водичку. Севка начал, конечно, бегать-мекать, как оказалось. Он тоже якобы с этой чашки пьет водичку. Здесь мама сполошилась, как зрители сказали, что не та и побежала за следующей. Та уже оказалась на кухне. Ну и третья чашечка, последняя, так сказать, в мамином списке, это чашка, которую подарила Гульнас. Я вот думаю, да, ребята, прикиньте, как здорово и как приятно наблюдать, что вот ты от чистого сердца, да, сделал какой-то небольшой презентик, небольшой подарочек там маме своего мужа. Она тебе вот так вот на всю Украину, на весь YouTube, это даже не вся Украина, демонстрирует, что она пошла, справила в твою чашку нужду и поставила ее обратно туда, куда-то. Ну, короче, мама оценила Гульнасский подарок на полную катушку. Ну и далее, ребята, закончим с темой чашек. Все все поняли, чашка была обнаружена, но я подведу итог, я повторюсь, чашка была по-любасу не одна, все три, которые мамка продемонстрировала. Потому что если ты справила нужду в одну, ты одну и покажешь. А когда ты за одной побежала, за второй, за третьей, значит, все эти три чашки были вот под тобой. И хочется сказать, почему опять-таки мама эту самую чашку от Гульнаски убрала туда-куда-то. Надо было оптовому покупателю ее бонусом в подарочек отправить. Ну да ладно, перейдем к другой теме. Как выяснилось, Севка не готов отдавать никому этого котика Сайгака. Он, ребята, в этом плане эгоист, он уже прикипел к котику, он как маленький ребенок для него, поэтому котик остается 100% с ним. Но, ребята, здесь действительно это 100% эгоизм. Почему? Потому что так этот котик может жить в семье, где он будет практически постоянно находиться с кем-то. То есть там есть ребенок, понятно, что достаточно взрослый ребенок, который не причинит каких-то травм животному. Ребенок приходит со школы, да, тем более сейчас онлайн занятия, он находится с котиком постоянно, девочка и так далее. То есть в моем понимании это лучше, чем животное находится практически постоянно в пустой квартире. Мало того, ты еще и привязан к этому животному, даже станет вопрос тебе куда-то поехать, тебе надо найти, кто будет за твоим Томасом ухаживать. Еще параллельно и за Сайгаком. То есть в этом плане он ничем не отличается от той же самой Нади. Плюс ты привязана тем, что надо к нему приехать, потратить время, потратить средства, с ним провести 2-3 часа или остаться у него на ночь. Ну такое, короче, себе занятие для меня абсолютно дикое и непонятное. Но мамка в этом случае топит за то, чтобы все-таки котика отдать. Но Севка в этом плане категоричен и непреклонен. И маме объясняют, вот ты бы взяла детятка с детского дома, новорожденного, выкормила его, вырастила его до какого-то возраста, ты бы потом его смогла отдать. И мамка, ребята, здесь зависла, я так думаю, между да, конечно, и вот думать, что же лучше сказать. Но вовремя спохватилась и, конечно, сказала, не знаю. Ну кто верит в мамкина вот это самое, не знаю. Ребята, где ТВ, а где не знаю. Она, если бы могла, и от своих бы сбагрилась под шумок, по-быстренькому, так сказать. А что уж говорить за чужих. Тем более, это та женщина, которая не то, чтобы своих детей не любит. Она даже своих внуков терпит, но не очень. И за правнука я молчу. Потому что бабушка она была, ну, такое себе. Все прекрасно видят, да, и понимают, что если бы Севка не таскал туда мамашку, то она бы своих внучек, в принципе, даже и не знала. И правнука этого никогда бы особенно и не видела. Поэтому, когда типа мама, ну, не знаю, какое, не знаю, мама бы и чужих отдала, и своих туда бы в нагрузку добавила. Ну и, конечно же, да, Севка маме объяснил, что он не такой. Он совершенно другой человек. Поэтому он котика никуда от себя не денет. Ну и тут же мама добавила, что тогда не морочь, мол, людям голову. Так и скажи, что котик остается жить у нас. Мне вот интересно, мама так рассуждает, не морочь людям голову. На этого котика что, выстроилась очередь, расхватали, не берут. Но, ребята, объективности ради, да, добавим тот момент, что то, как озвучивал Севка, вернее, озвучивал стоимость его содержания, ну, вызывало какое-то недоумевание и недопонимание. То есть во сколько тебе в месяц выйдет этот котик. И, естественно, люди понимали, что это очень затратно и очень реально дорого. И поэтому, естественно, этого котика никто не хватал. То есть люди сразу прикидывали, да, во что это выльется. Мало того, зная Севку, многие еще и задумывались, как их потом по факту могут засрать. Поэтому никто и не щемился расхватать этого котика. Это мама себе где-то в голове нарисовала, что не морочь людям голову. Ну, и, конечно, тут же полетели комментарии его куколок по поводу того, что не отдавай его. А может, эта девочка берет этого котика для пьяра, да. Я так вот и представила. Она взяла этого котика распьяренного и только тем и занимается, что строчит с ним видосы и конкретно на нем пьярится. Ребята, я больше глупостей и бреда реально еще нигде не видела и не встречала. Ну, вот чем забиты мозги у этих людей, если, конечно, они вообще там есть. Ну, и дальше перешли к теме задолженности Севкиной перед маменькой. На сегодняшний момент он ей должен уже 13850. И здесь, ребята, меня шандарахнуло. Думаю, ну ты же вроде мама, да. А вроде как и неудобно своему ребенку напоминать за эти деньги. Тем более с учетом того, что ты продавала то, что собрала опять-таки благодаря ему. Но мамка это не тот человек, который привык забывать какие-то долги и прощать их даже своим детям. Ну и далее, ребята, новая фишечка. Обнаружился паренек, 62 годика, по-моему, с Чехии, если мне память не ошибать. Нет, с Праги, да, вот вспомнила, с Праги. Который готов маменьку взять в жены. Он так и сказал, что это просто трындец, а не женщина красота и сексуальность в одном флаконе. Вот думаю, блин, это просто жесть. Что с этим мужиком не там? Какое-то у него извращенное восприятие красоты и сексуальности. И вот смотришь, думаешь, да, тебе 62, ей 75. И как раз-таки вот тот возраст, когда оцениваешь женщину именно со стороны сексуальности. Это очень важный момент. Но маменька тут же, ребята, вообще, я не знаю, она просто взлетела куда-то в космос. До небес поднялась и пытается вернуться обратно в реальность, но не очень хочется. Но при этом отметила, если бы не ее нога, эх, мамка бы шельма гульнула и еще раз гульнула. Как мама объяснила, что для женщины возраст не важен. Она может всегда. Ребята, 75 лет, о чем думает эта женщина? И, кстати, это та, которая недавно кричала, что Аршалуйс старый пень, старая труха, с которого опилки выпадают. О каком вообще там речь идет бракосочетании? И это говорит та женщина, которая кричит сейчас, 75 фактически, что она еще готова тряхнуть, так сказать, стариной. Не буду опускаться до пошлости, но все вы понимаете прекрасно мои намеки. Так вот, думаю, в чем же различие между тобой и Аршалуйсом? Если ты еще способна, а вдруг и Аршалуйс еще может. Но Аршалуйся, конечно, она по старой памяти засрала и замесила, как только могла. Но как только ей прилетел вот такой вот вариант, мамка тут же сполошилась и вспомнила, что она еще женщина-женщина. Так вот, получается, Аршалуйсу нельзя устраивать свою личную жизнь, а мамке, в принципе, можно. Ну и дальше, ребята, Севка, конечно, жалуется. Доходы у него уменьшились, а расходы у него выросли. И вот как-то вот очень тяжко получается. Но я думаю, Кокенька с каждым днем наглее и наглее мальчик становится. Тем более, когда на чаше весов вот-вот проплата вот этой самой, этого самого котлована, а Коки уже закидывает эти удочки. У Сцитников тоже не шибко там активно на канале в плане доходов. Плюс еще и январь блогеров подкосил, потому что доход упал в январе всегда, реклама дешевле, поэтому Севка и трудится, не покладая рук. Но он, знаете, как настоящий добытчик. Вот в их семье, да, с Коки, он настоящий добытчик. Он прям приносит в клюве, а Коки при этом не напрягается. Знаете, для меня это как-то странно выглядит. Но обычно вот женщина является музой своего мужчины. Она его вдохновляет, да, она его впечатляет. Он, в принципе, все, что изначально делает мужчина за рамок его требований, он это делает именно ради любимой женщины. Так вот, одно дело, когда, например, муж, я не знаю, там снимает двигатель с машины. Вот ты туда не лезешь помочь, понимаешь, что ты там не поможешь. Делает сантехнику, ты, например, тоже туда не лезешь, понимаешь, что там не поможешь. Я не знаю, цемент носят, раствор месят, дом строят. Ты понимаешь, что ты можешь просто его поддерживать, вдохновлять, да, но физическое участие, ну, как бы надрываться женщина, естественно, не будет. Да, и мужчина не очень-то и разрешит. Так вот, когда физический труд имеется в виду, это понятно, когда женщина в это не лезет, а находится рядышком. Но когда это вот такой вот труд взять телефон в руки и снимать, для меня непонятно, почему Коки в этот момент не поможет своей любимке и тоже не начнет активно снимать. Ну, вот согласитесь, один кричит, что мне тяжело, да, бабок не хватает, а если разобраться с цитником, отвали, Коки все оплати, обеспечи, у мамки что-то подкинь, еще и что-то себе надо оставить на расходы текущие, действительно, не очень-то и разгуляешься. Понятно, они живут хорошо, но не так, как жили раньше. И поэтому, естественно, мог бы включиться тот же Коки и регулярно хотя бы снимать ролики. Но он не напрягается, он раз в три дня снял ролик на 10-12 минут, и этого с него хватает. Хватит. То есть он, в принципе, на каких-то минималках не очень-то пытается помочь своей второй дрожащей половине. Ну, и поэтому, естественно, Сев объяснил, почему ему приходится так трудиться. Ну, и дальше ребята задают ТВ-вопросы, сколько же будет стоить книга с ее личным автографом. Ни много, ни мало, всего лишь 300 гривен. Вы знаете, ребята, для меня это какие-то двинутые люди. Ну, вот нахрена мне автограф ТВ? Зачем мне даже с ней общая фотография, не знаю, общее видео, даже какой-то подарок? Ну, нахрен он мне сдался? И вот, естественно, возникает нормальный вопрос. Ну, зачем вот это нужно людям? Ну, и дальше, конечно же, перешли к теме Алексы. Севка так и сказал, что не хочет говорить на эту тему. Они разругались в дрысь и в хлам. За какой-то там, я не знаю, еще и картина туда какая-то подмешалась. До этого он в стриме тыкал эту картину. Ребята, для меня это вообще какой-то, ну, не знаю, ни о чем. Мне кажется, я картины по номерам поярче малюю, чем у них там была проблема из-за какой-то картины. Я, конечно, не эстет. Я, конечно, ничего не понимаю особо в антиквариате. Да, но то, что он демонстрировал, ну, такое себе никакое. Поэтому я бы спокойненько переправила картину обратно. Но если раньше мамка хоть как-то рвала жопу за эту Алексу и утверждала всем, что ее отношение с Севкой – это ее отношение с Севкой, а Алекса на самом деле очень любит мамку. И мамка хоть сейчас может к ней спокойненько отправиться в Москву. Та ее встретит, поселит и будет о ней заботиться. Вы знаете, ребята, для меня как-то странно звучит, когда ты ручаешься за людей, которые тебе не являются родными. Ну, то есть ты не можешь даже за родных людей ручаться, как они себя поведут в одной или в другой ситуации. Как они отреагируют, помогут, не помогут. Вообще глупо рассчитывать на то, что кто-то тебе должен чем-то помочь. А здесь мама вот в утвердительной форме толкает о том, что приедет к Алексе, Москва ее ждет, Алекса ее примет и будет досматривать. Мама, кто вы есть для Алексы? Вы абсолютно чужой и посторонний человек. Откуда такая уверенность? Для меня до сих пор, например, остается загадкой. Ну, видимо, Севка маме объяснил, что никто ее шибко в Москве не встречает. Поэтому мамка здесь за Алексу рот не открывает. Ну и, конечно, уже как всегда, по такому, да, какой-то уже привычке, по накатанной объявилась Лора Винтаж. Ребята, тетя молодец. Вот честное слово, как ранее Севка заявлял, реклама на его канале стоит 500 долларов. Ну, давайте прикинем, да, он снимет один ролик о твоем канале, и нет гарантии, что люди на тебя обратят внимание с одного ролика, либо к тебе как-то начнут привыкать. Лора Винтаж пошла намного хитрее, продуманнее и интереснее. Во-первых, она кинула за Мануху с посылкой. Ну, пусть ей эта посылка стала в 500 те же самых долларов. Первое, это, конечно, распаковка. Потом дополнительная реклама в следующем ролике. Потом стриме, еще одна дополнительная реклама. Потом реклама на канале у Гранденика. Потом, опять-таки, эта же Лора Винтаж появилась еще в одном ролике, где Севка передал маме подарок от нее. Потом эта же Лора Винтаж в ролике с Надей, где она Наде подогнала вот эту шляпку, помните, с вуалью, и свадебные белые перчатки. Представьте, сколько рекламы по кругу. Потом, в следующем стриме, опять-таки, объявляется вот эта самая Лора Винтаж и заявляет, что готовит следующую посылку. Ах, да, еще о ней упоминали, когда Юле передавали от нее подарки. То есть, прикиньте, какая Лора Винтаж молодец. Сколько роликов к ряду о ней говорили. И теперь она, опять-таки, напоминает о том, что готовит посылку. То есть, по факту, теперь, Севка сказал, ничего дорогого не отправлять, как кроссовки. А вот такие вот безделушки, по 2-3 доллара, он и так ее прорекламирует. Вот это продуманная и прохаванная тетя. И уже, кстати, у зрителей она крутится постоянно на слуху. Прислала, да, намного меньше, а получила вот такой масштаб рекламы. Короче, как всегда, Севку по полной прокатили. Прошу прощения. И использовали, конечно же, на максимум. Ну, а почему нет? Какой сам таких людей к себе притягивает? Точно так же и Надюха. Не зря она его столько лет вподряд конкретно подкармливала. И по такому же самому принципу и пошла вот эта Лора Винтаж. Я не удивлюсь, если она еще и лично с Надюхой знакома. И Надюха ей это подсказала и ее этому обучила. Но согласитесь, ребята, стоило бы сейчас Надюхе открыть канал, и она бы реально собрала там серьезную аудиторию зрителей и подписчиков. Да, кто-то бы смотрел из-за стеба, кто-то бы смотрел из-за сочувствия, кто-то бы просто за ней наблюдал. Но она бы реально на Ютубе зарабатывала бабло. И, кстати, когда человек топит за вторую операцию, но при этом ни хрена не делает, у меня возникает вопрос, почему она действительно не откроет канал, где она может зарабатывать на монетизации. И зарабатывать действительно нормальные деньги. А так получается, я буду на заднице ровно сидеть, а вы мне денег, пожалуйста, дайте, потому что я уже хочу и вторую операцию. Ну вот такие продуманные и прохаванные тети севку и окружают. И кто после этого верит в то, что к нему кто-то искренне и по-настоящему относится, и кто-то искренне с ним дружит. Ну, конечно, это глупость. Ну что ж, ребята, вот такой обзор получился. Продолжение следует, как всегда. А пока со всеми прощаюсь. До новых встреч!